Здравствуйте, любители тенниса! Сегодня урок будет для тех, у кого не получается топ-спин. Давайте разбираться по порядку, что человек должен понимать, знать и уметь, чтобы топ-спин начал наконец-то получаться. Или получаться как следует. Но первое, вот самое-самое важное, надо понять, что у мячика нет ни ножек, ни ручек, ни крылышков. И летит он именно туда, куда вы его бьёте. Никак иначе, не бывает случайностей. Вот куда вы лупите, туда и он и попадает. А куда вы бьёте, это уже зависит от угла, от угла, под которым вы попадаете по мячу, от той траектории, которую вы ему придаёте. Вот это самое главное. Вот. Что может помочь в этом вопросе разобраться? Я уже говорил, но ещё раз, вот по порядку. Сделайте имитацию движения. Вот все, спрашиваю, покажи, вот он делает вот такое что-то там, или вот такое, как учили когда-то, или кто-то там до сих пор учат вот этому пионерскому салюту, сколько разбитых лбов, сколько потерянных очков из-за этого, что закрываем на долю секунды, но закрываем обзор. То есть ракетка не должна никогда перекрывать визуальный контроль стола и не должна останавливаться около лба. То есть всё ниже немножко. Немножко ниже или вот в этой стороне. Вот. Это буду отдельно, наверное, делать уже, несколько роликов показывать. Но первое, что вот сделали имитацию, всё, повернули ноги, опустили руку. Если раньше говорили, вот рука продолжения, она вот так остаётся, то посмотрите внимательно сейчас. Все топы играют, опуская носок. Вот нельзя пренебрегать вот этой подъёмной силой. Очень легко перекручивается мяч, когда мы поднимаем носок вверх, а не когда вот так ведём прямую зажатую руку. Вот. Сделали имитацию, но не просто, а где у вас в этот момент мяч? Вот когда мы имитируем движение, мы должны представлять, что мяч вот где-то здесь, или он вот где-то здесь. И тогда движение становится реально. А то вот всяко-разно делают там красиво, насмотрятся, а где спрашиваешь, где мяч? Да кто его знает? Не могут ответить, не могут понять. Вот сделайте имитацию так, представляя мяч, представляя стол. Где вот вы его берёте? Попробовали, повернули, медленно сделали, опустили, завернули, сработали. Всё. Потом проверьте это движение мячиком. Всё, получилось. Значит, движение, практикой мы проверили, оно рабочее. Вот. Дальше сделайте это с максимальной скоростью, не меняя ничего. Чтобы, если вам удобно это движение, вот сделали вы, удобно. Сделайте достаточно резко. Попали. Значит, рабочее движение, значит, правильное, значит, в игре вы сможете его делать. Заснимите это. Посмотрите, как вы это делаете. Посмотрите, что вам в этом движении нравится или не нравится. Но если вы попадаете, делая после имитации, попадаете очень резко, вот отпуская, не кидая там, не так, а просто вот отпуская мяч и делаем движение, и он попадает на стол и при этом крутится, значит, всё хорошо. Следующий момент. Не старайтесь его сейчас сильно закручивать. Вот этот пластиковый мяч, по сравнению с тем, которые были раньше, он крутится где-то на 30-32% меньше. И поэтому, какой бы вот такой вы навесной, там и какой бы вы ни кинули сильный закрученный топ-спин, они все бьются. Даже на самом высоком уровне их бьют, если он навесной, если он не имеет огромной туда поступательной скорости и не уходит резко в сторону и за стол. Вот. Поэтому вдумчиво повторяйте, повторяйте и делайте. И тогда вы поймёте механизм. Поверните ножки, согните обе ноги, сделайте поворот, сделайте всё в гармонии и повторите. И всё. Не следуйте шаблонам, а подберите движение для себя. Ещё расскажу в одном из следующих роликов про топ-спин слева. На этом у меня всё. Как всегда, жду ваших вопросов, комментариев. До свидания, до следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok